Еще одно новшество. В парадной форме будет только почетный караул МЧС и морпехи. Остальные участники продемонстрируют новую повседневную форму «Цифра». За характерную раскраску материала военные уже дали ей свое название «Пиксель». Данная форма одежды была принята еще в прошлом году, но именно на этот парад решили ее показать, как она будет выглядеть на различных родах и видах вооруженных сил. Традиционные армейские пилотки заменили береты разной расцветки для каждого вида войск. Десантники в голубых, моряки в черных, летчики в синих, мотострелки, танкисты и военнослужащие спецстроя впервые наденут зеленые береты. С формой для парадов вообще связано много малоизвестных историй. Например, дата проведения парада Победы 1945 года напрямую зависела и от того, в какой срок московские швейные фабрики сошьют 10 тысяч комплектов парадного обмунирования. Другая история связана с мундиром маршала Рокоссовского. 24 июня шел дождь. Парадный мундир маршала промок насквозь и когда высох, сел так, что снять его оказалось невозможно. Пришлось распарывать. Кстати, именно тогда же, 24 июня 1945 года, из-за непогоды пришлось отменить пролет авиации. В этом году его тоже не будет. Правда, уже по другим причинам. Каждый новый парад Победы уникален и неповторим, единственный в своем роде. Например, в этом году число военнослужащих увеличится до 20 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Зато количество боевой техники значительно уменьшится. Вообще, первый раз боевую технику на Красной площади увидели в 1919 году. На параде Всевобыча, которую принимал Ленин, показали тогдашнее чудо военной техники – советский танк. С тех пор техника всегда вызывала самый большой интерес. Однако уже давно в воздухе витает идея отказаться от тяжелой техники на и над Красной площадью. Иногда ее реализуют довольно странным образом. Например, в 1995 году было два парада. Вдоль Кремля маршировали ветераны и военнослужащие. А танки, зенитно-ракетные комплексы и прочая техника проехали на Поклонной горе. Но идея эта не прижилась. Транспортные развязки и проблема загруженности Кутузского проспекта и прилегающих к ним магистрали не давал возможности проводить и, как я знаю, репетиции спокойно. Потому что на кремлевских трассах большие проблемы были, а здесь уж совсем была бы беда. Ну и потому, я думаю, что какие-то такие технические моменты здесь тоже сыграли свою роль. Но все-таки, я думаю, что если говорить о неком ритуале, историческом ритуале, то, конечно, он все-таки связан только с Красной площадью. Согласно опросам, россияне считают День Победы особенным, важным и действительно истинным народным праздником. И какие бы споры ни шли насчет того, как именно проводить парады, все знают, что это не просто захватывающее зрелище, а традиция, которая вызывает настоящую гордость за нашу страну, за нашу армию, за наших людей. Завтра, Красная площадь, 10.00, Парад Победы. Никита Васильев, Максим Панкин, Нина Батищева, в центре событий. В преддверии Дня Победы сегодня с ветеранами встретился президент. Основная тема беседы... Государственная...